Девушки отдыхают Девушки отдыхают В простонародье всегда В разговоре чаще всего Это название бывает А Киров все-таки Ну я родился в Кирове Мне это тоже привычно Мягко звучит Ки Это мягенько Это хорошо Благозвучно Киров Хорошо Вятка тоже очень ласковая А Вятка открытое слово А-а-а Совершенно справедливо Согласен Мне оба названия уже нравятся Если раньше я был за Вятку больше Я не знаю Может быть это годы берут свое Мне нравятся оба. Если будет голосование, конечно, я сделаю выбор. А так, и Киров, и Вятка хорошо. 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 У нас сегодня будет и музыка присутствовать. Группе Турбо на Круче в этом году 20 лет? Ну, осенью мы будем отмечать. 20 лет, 98-го года выпуска, собственно, команды. 98-го года выхода на сцену в Питере. Вот так будем говорить. И берем летоисчисление именно с этого момента. А вятский период не берете? Ну, вот для группы теперешней не берем вятский, потому что собрался новый коллектив. Песни в Питере пошли другие. И, ну, то есть получилась новая группа. Просто название осталось старое, потому что, ну, во-первых, я его изначально в себе как бы нес и пестовал. А потом мы с братвой думали-думали над новым названием. Но ничего почему-то не придумали, что понравилось бы больше, чем это. Поэтому закрепилось Турбо на Круче. Хотя мы с ним уже с этим названием поняли, что нахлебались, потому что были разные случаи. Нам даже конкретно передавали от организаторов, что с таким длинным названием фестиваль сложно включать, потому что большая афиша, и очень длинно пишет, ну, как бы не влезает просто. То есть до такого, как бы это ни было смешно, до такого бреда доходило. Поэтому часть, наверное, выступлений, фестивальных в том числе, потеряли из-за своего названия. Ну, и потом с Панталыку сбиваем многих людей, потому что до сих пор, несмотря на 20-летнюю нашу историю, многие считают, что мы группа из Украины. Это из-за чего? Из-за слова Турбо? Ну, скорее всего, да. Вообще такое звукосочетание Турбо на Круче, как-то им кажется, что это именно с Украиной связано. Ну и потом... Чтобы было приятно этим людям, может, что-то на украинском, может, что-то разучить. Уже было такое, конечно. До вот этого дикого, дебильного кризиса мы, конечно, уезжали всегда с радостью на гастроли в Украину. И у нас есть одна песня, которую мы исполняли на украинском языке. И там было много и фестивалей, и концертов сольных. Я, конечно, очень скучаю и переживаю, что закончилась возможность петь на Украине. Слушай, не такое же длинное название, да? Вспомните, смысловые галлюцинации, там букв-то больше. А смысловые галлюцинации больше нет, по-моему. Ну, я просто имею в виду, что название... На ум пришло то, что есть гораздо более длинное. Есть, конечно, есть комитет охраны тепла. Ну да, ну а здесь старое брать название, там вообще это... Ну да, это больше отсылка к тем временам все-таки. А сейчас... Сейчас уже надо все, да, короче, время такое, да? Все устаряется. Кстати, вспомнил, кстати, события на Украине. Они в музыкальном мире тоже аукнулись довольно-таки. И когда я узнал, что группа «Воскресенье» распалась по этому поводу, когда Сапунов и Романов разошлись, ехать или не ехать выступать в Крым, там, чей Крым, вот. В общем, тяжелый такой след оставил. Полный бред. Что сейчас группа собой представляет? Группа собой представляет музыкальный коллектив, сплоченный, радостный. Нет, я к тому, что кто-то ушел, кто-то пришел или команда жива? Да, было такое как раз в этом году. Случилась у нас смена состава. Ушел гитарист Макс Малицкий. Он родом из Самары и все-таки в Самаре остался. Потому что неудобно им было постоянно наездами в Питер приезжать и репетировать, и гастролировать. И у нас не получалось постоянно быть в рабочем графике из-за этого. Вот. И хотя он 9 лет верой и правдой, так сказать, в коллективе прослужил, за что им большое спасибо. А сейчас Лешка Пяткин, наш, Вятский Алексей Викторович, он перешел обратно на гитару, потому что он изначально... С барабанов. С бас-гитарой. С бас-гитарой, на бас-гитаре играл. С бас-гитарой, простите. Да, последние крайние 9 лет. Да, играл на бас-гитаре. И вот сейчас он опять разучивает все партии на гитаре героически. А на бас-гитару... Беда, струн-то больше, чем на бас-гитаре. Да, струн, да и примочек он, на самом деле, ногами играть тоже надо. Вот. А на бас-гитару пришел Леша Андреев, который до этого играл с Бутусом в группе Юпитер. Юпитер тоже, так сказать, прекратил свое существование, как музыкальный коллектив. А Леша Андреев, да, пришел к нам. Еще у него есть свой проект «Кэтспарк» называется. Но мы приветствуем всякие параллельные музыкальные течения, друг другу помогаем. Вот как раз недавно, перед Новым годом, мы записали песню и выпустили клип наш. Друг и брат Денис Репин, наш вятский, опять же. Есть уже в сети, можно посмотреть. Да, конечно, «Чудеса и волшебство» называется. Вот такую работу сделали. И с нами спела вокалистка «Кэтспарк» Юля Худякова. В общем, такая ласковая, нежная работа получилась. Такая рождественская. Мы все очень довольны. То есть «Кэтспарк» — это сайт-проект басиста, да? Не сайт-проект, это его основной проект. Его основной проект, да. То есть это вы у него сайт-проект. Но мы параллельно существуем. Понятно. Просто там, когда я смотрел сети у Дениса, он выложил, там было написано, что такая-то девочка Юля из «Кэтспарка». А конкретно пояснений не было, что это за «Кэтспарк» такой. «Кэтспарк» просто это проект именно Леши и Юли. И там играет наш барабанщик тоже, Игорь, который в «Торбина круче» играет. То есть у нас все переплетено, и все прекрасно сосуществуем. И самовыражаются. Ну да. Я думаю, пора нам музыкальную композицию уже запулить в эфир. Перед этим я напомню. Да надо было с самого начала, и вообще нам чтобы молчать лучше стоило, да? Да. Можно нас не только слушать на 101.0 FM, можно также нас слушать в интернете на сайте kirova.ru. И также у нас есть инстаграм, да, трансляция в инстаграме нашей радиостанции. Так что, пожалуйста. Итак, Макс Иванов, что прозвучит? Ну, раз мы на эхе Москвы, спою такую песню. Что, прям про эхо Москвы? Ну, почти. На крючке называется. На крючке. Все мы на крючке. А сейчас мы будем сидеть и думать. Как же мы это? Мы на крючке, в общественной толкучке, на толчке, читаем газеты, листаем романы. На крючке у медиков и фармацевтов. Все больше названий, все меньше рецептов. Печемся о своем здоровье и здоровье мамы. Мы на крючке. На крючке. Мы на крючке. У СМИ так давно уже висит весь мир. Потеряны мысли за спинами страх. На крючке висим, качаясь меж станции в беззвездном пространстве. На фонарных столбах. Качаясь меж станции в беззвездном пространстве. На фонарных столбах. Качаясь меж станции в беззвездном пространстве. На фонарных станции в беззвездном пространстве. Мы на крючке. Качаясь меж станции в беззвездном пространстве. Качаясь меж станции в беззвездном пространстве. Мы на крючке. Качаясь меж станции в беззвездном пространстве. Качаясь меж станции в беззвездном пространстве. Качаясь меж станции в беззвездном пространстве. Качаясь меж CASA Себя я не узнал. Близится финал. Себя я не узнал. Близится финал. Себя я не узнал. Себя я не узнал. Себя я не узнал. Спасибо, Макс Иванов, Торбонокруча. Сильная вещь, надо сказать, в сговоре правительств и вампиров. Что там такое внутри бушевало, Максим? Сначала текст был в сговоре правительств и банкиров, а потом я понял, что вампиров про них правильнее. Вампиров правильнее. Почти по Пелевину. Очень сильно. Спасибо. Небольшая пауза у нас сейчас будет, и мы продолжим нашу музыкально-творческо-разговорную передачу. Продолжаем нашу беседу. Макс Иванов, лидер группы Торбонокруча, у нас в студии Николай Голиков. Владимир Зметанин. Композиции еще будут, безусловно, звучать. О творческих планах, конечно, хочется поговорить, что в ближайшем будущем. Будет концерт, выступление, где, когда. Да, сейчас мы сыграем два концерта зимних, больших в Москве и в Питере, а потом в марте, что самое главное и самое приятное, приедем в Киров. 9 марта здесь будет большой концерт в Гауди, так что, ребята, всех ждем. Будет, ну, это, во-первых, первый концерт вот в таком составе, где Алексей Викторович Пяткин снова на гитаре и, так сказать, тоже в качестве фронтмена будет выступать. И будут и новые песни, и потом, скорее всего, я привезу с собой альт, и будет несколько композиций, где будет звучать еще и этот инструмент. Как один из инструментов, в общем, да, и целый. Так что, ну, будет много интересного, готовим спецпрограмму, так что, всем ждем. Давно не виделись, уже соскучились, полтора года почти прошло, так что, круто. Ну, здесь 9-го числа, там что, новые и лучшие будут звучать? Новые и лучшие, имею в виду? Да, да, примерно так, как бы это опять банально не звучало, но мы же готовимся к записи нового альбома, который как раз вот в течение года 20-летия, мы, думаю, запишем, мы поедем в тур. Предыдущий альбом «Иваново детство» в 17-м году ведь вышел? «Иваново детство», да, вышел год назад, но это будет все-таки альбом уже не «Иваново детство», а «Торбонокруче» именно проекта, в смысле группы. Да, так что... То есть 20-летие новым материалом отмечать будете? Ну, знаете, многие там 20-летие, там, переиздать, собрать, трибюты попродавать, да, трибюты собрать. Я думаю, что мы поедем в большой тур, посвященный 20-летию, и вот во время перерывов этого тура будем записывать альбом. А сейчас как раз вот весной проведем краудфандинг по этому поводу, поймем, как бы, насколько всем нужен этот новый альбом. Сбор средств, да? Нет, это не совсем правильный. Сбор средств — это когда просто подайте, кому не жалко. Краудфандинг — это когда предлагают купить наш альбом, который мы запишем через год и выпустим. А, ты просто вкладываешься в издание альбома, да, и получаешь потом свои экземпляры. С продюсированием занимаются. Они покупают то, что еще не сделано, но столько доверяют, что вкладываются в свою покупку чуть заранее. А можно поподробнее, где записываетесь, что за студия? Ну, мы... Я знаю, добролет очень любят в Питере. Ну, мы всегда пишемся на добролете. Как минимум, ритм-секцию записываем там обязательно. А дальше есть варианты, потому что сейчас, ну, действительно, простор для возможностей широк, звукозаписи. Что-то пишем дома, потому что много такой лабораторной работы. Ну, на домашней студии, я имею в виду. Ну, сейчас это позволяет, да, современная техника. Потом мы открыли хорошую такую студию-библиотека, где как раз записывали живьем вот песню «Чудеса и волшебство». И клип снимали, может быть, посотрудничаем и с ними. Ну, то есть есть варианты. Каждый момент времени возникают какие-то идеи, которые можно пробовать воплощать. И этим ценно как раз то, что время настолько сейчас быстро идет, и столько всего нового открывается, возможностей. Пока точно не знаем. Скорее всего, будем записывать ритм-секцию на Добролете, потому что там, ну, там здорово, уютно, и это лучшая студия. Слушайте, Ленинградская студия, грамзапись, она сейчас существует. Мелодия, которая? Мелодия, да, она есть, она как-то... Я давно туда не заходил, честно скажу, наверное, лет пять. Поэтому не знаю, что сейчас там происходит, но, наверное, да. Потому что все-таки она уже дорога просто как... Как память. Не как память, а именно как такое место. Как символ такой. Там же церковь, и звучание каких-то инструментов, которые можно записывать прямо в помещении церковном, там ничем не заменить, потому что это уникальная акустика. Вот, там как раз первый раз в жизни я побывал, когда записывал струнные для альбома Юпитера, Бутусова и Мерек. Вот как раз там мы сели, и это... Хотя нет, побывал там раньше. Как раз у Дениса Репина, кстати, когда он учился в Питерском институте, забыл его название, но неважно, на звукорежиссуру. У него там была ученическая какая-то, не дипломная, а какая-то там курсовая, что ли, какая-то работа по записи песни. Нужно было одну песню записать, и он вот тогда нас, молодых музыкантов, группу Турбанокруча, позвал, и мы там записывали песню «Свобода», точно. Была пробная запись. Вот это было первое знакомство. А потом уже, да, струнные писал. Дорого сейчас вообще записывать альбом и выпускать? Не дешево. Не дешево, не дешево. Конечно. А про Кировские студии не думали? У нас тут вот хорошая получилась, у Мамонова студия такая. Донецкий еще не свозил? Не успели, да. Посмотрите. Пообщаться на эту тему. Может быть, Родина придаст какой-то такой импульс-то? Может быть. Загадывать невозможно. Как вариант просто, как вариант. Хорошо, хорошо. Зайдем. Почему бы и нет, да. Сколько альбомов-то вообще у Турбанокруча? Честно, не считал. Каждый раз, когда спрашивают, сколько, я начинаю задумываться и путаюсь на таком. Потому что у нас были синглы, которые многие считают за альбомы. Был Миньон, который тоже как бы маленький альбом. И вот это все считать или не считать, я не знаю. Нам рано жить воспоминаниями. Просто есть команды, которые там тоже давно уже существуют, которые штампуют. Год альбом, год альбом, год альбом и так далее. Раньше это было актуально, когда рок-движение было прям на волне, на такой, самый главный, это конец 90-х. Вот начало 2000-х было очень востребовано, было много гастролей. В каждом городе были правильные заточенные под это места, клубы. И народ с удовольствием шел на рок-концерты. Это было важно, чтобы постоянно обновлять материал и с новым альбомом ехать на новые туры. А сейчас очень изменилась ситуация. В городах очень мало мест, где действительно можно выступать, чтобы это было не какой-нибудь ресторан едальный или что-то такое. А именно рок-место такое правильное, с хорошим звуком, с выстроенной атмосферой и подготовка этих концертов, с рекламой и все. Поэтому, может быть, уже не так часто люди пишут группы, а исполнители альбомы. Ну а у нас никогда не было гонки, например, потому что все, мы так философски, все должно происходить вовремя. Когда подходит время, когда знаки происходят правильные, тогда мы идем в студию и пишем. Да и сейчас как-то изменилось в связи с интернетом, наверное, тоже, что раньше нужен был альбом, нужен был носитель, а сейчас выбрасывают. Совершенно верно. Все это и поехали. Уже давным-давно мода на альбомы как будто бы сошла, но мне кажется, все равно она никогда не может исчезнуть. Потребность в слушании альбома целиком. Потому что это некий взгляд на прошедшее время твоего исполнителя, которого ты любишь, и если ты его действительно любишь, ты прослушаешь альбом целиком. И не просто, мне кажется, целиком, а еще в хорошем качестве желательно, чтобы понять все, что вы вкладывали там. Я лично до сих пор все-таки предпочитаю альбомом слушать. То есть исполнитель с пластинкой выходит, то есть там же логика своя есть. Конечно. Не просто же так это все. Но потом все равно выбираются любимые треки. Ну любимые треки на телефоны, ходишь дальше по городу уже, да. Еще одну композицию по этим попросим. Давай идем. Или на рекламу пойдем. Успеем, да? Да. Композицию. Композицию все-таки. Есть еще времечек. Ну раз такой мужской разговор у нас. Не люди-звери, не пальцы-спицы, мне только снится, что я тебе верю. Мне только страшно, что я тебя знаю, я все теряю и выгляжу неважно. Очень важно знать, что ты рядом. Не жестом, не жестом, не взглядом, не выдам тебя разве что словом. Но слово в песне, и хоть ты тресни, я буду с тобой. Я собьюсь с тобой, собьюсь с пути дороги, я споюсь с тобой. Как ангелы боги, полетим с тобой, лишь бы подальше отсюда, невидимкою, с тобой я буду с тобой. С тобой. По всем дорогам на нас облавы, они неправы. У них под боком другие люди, не люди-звери, их не осудят, нам не поверят и не узнают, где наш корабль. Как мы летали на нем вне опаль, как мы кружили над всей землею, как мы дружили вдвоем с тобой. Я собьюсь с тобой, собьюсь с пути дороги, я споюсь с тобой, как ангелы боги, полетим с тобой. Лишь бы подальше отсюда, невидимкою, с тобой я буду, собьюсь с тобой, собьюсь с пути дороги, я споюсь с тобой. Как ангелы боги, полетим с тобой, лишь бы подальше отсюда, невидимкою, с тобой я буду с тобой, с тобой. С тобой, с тобой. Профи Саунд, работает Профи Саунд уже более девяти лет, с недавних пор там появилась еще и гарантийная мастерская. А еще Профи Саунд стала единственным в Кирове, один из немногих в России, кто готовит гитару к продаже, каждую причем гитару. Таким образом, счастливый обладатель получает в руки уже готовый настроенный инструмент. Это правда. Ребятам большое спасибо, респект. Они мне второй раз уже выручают. Летом как раз я у них тоже брал гитару, когда был концерт в «Книге и кофе» в Кирове. Когда Николай Донецкий приходит, так хочется Николаю сказать, Николай, ставь ты нормальные аккорды, что там все вот эти септ-аккорды вводные и так далее. Ладно, сейчас небольшая пауза, у нас будет реклама, мы продолжим нашу беседу через полторы минуты. Николай Голиков, Владимир Смиталин, наш гость Макс Иванов, лидер группы «Торбо на круче». Вот мы уже узнали о том, что 9 марта будет большой концерт в Гауде у нас здесь. Ну, в принципе, зима скоро завершится. Мы сегодня как раз начали с того, что сегодня 15 января, зима-то уже наполовину. Ну да. А уж день на сколько прибавился, слава богу, тем не менее позже. Там как-то к международному женскому дню это все будет. Отдельная благодарность будет представительницам прекрасного пола. Ну, естественно, мы не сможем это никак избежать и не хотим. У нас вообще на каждом концерте отдельная благодарность к прекрасному полу происходит. Это, между прочим, правильным. Ну, да. Мы считаемся одной из самых романтических групп в Зампетербурге. Много ли поклонников «Торбо на круче», которые вот они с самого начала, то есть вот 20 лет уже прям с «Торбо на круче» и ходят на концерте и так далее? Ну, сложно сказать, много или нет, но они есть. Мы их узнаем. Многих уже просто знаем хорошо. То есть у нас даже такого понятия как поклонники нет. Потому что, ну, не очень правильно это. Никто же там не поклоняется, поклоны не бьет. Друзья и люди, которым нравится, которые любят творчество. Вот, я считаю, что это правильное звукосочетание, словосочетание по этому поводу. Вот. Их много действительно. И это все прекраснейшие люди. Они уже приводят детей. Ну, да. 20 лет. Как раз поколение. А некоторые дети приводят родителей, что тоже очень радует. Новый материал. Насколько активно рождается сейчас? Сейчас не так активно, конечно, как активно. Такое слово смешное. Не прет уже? Активно, как и в жизни. Не в этом дело. Очень много наработок, очень много зарисовок. Ну, во-первых, жизнь дико поменялась. И это прекрасно, потому что сейчас дети стали главным в жизни. И у меня сын, малыш, полтора года. Средняя дочь в школу пошла. Старшей дочери уже она в пятом классе. Вот-вот двенадцать. Да-да. И поэтому, ну, с ней я вижусь реже. А вот двое детей, постоянно забота о них. И это очень круто. Это самые главные мои песни, можно так сказать. Вот. По поводу написания новых. Дело в том, что я как-то недавно сформулировал это уже. И, в принципе, считаю, что это правильно. И мне уже неинтересно просто писать песни. Если раньше вот что вижу, чуть-чуть цепануло, то уже в песню входит. Или как минимум уже записывается. В принципе, сейчас так же происходит, но только в песни это не входит. Мне неинтересно просто так их уже писать. Мне нужно, чтобы было какое-то откровение для меня самого. Я от себя жду откровения какого-то. Некое высказывание. Ну, высказывание-то, они постоянно происходят. А именно что-то, что настолько будет важно для меня, что я просто не смогу об этом не написать. Вот тогда получаются песни. И они время от времени, слава богу, получаются. А сколько, Максим, песен? Сколько альбомов? Сколько песен? Песен больше трехсот. Ну, это как-то принято давить. Читаешь в той же энциклопедии про известного музыканта. Вот написал столько-то песен. Ну, это как-то вот отсчет такой есть. Больше трехсот. Да. Точнее сказать, не могу. Ну, потому что какие-то песни, которые, опять же, в кировский период писались, они, конечно, юношеские совсем. Но как бы я недавно какие-то аудиокассеты перерывал. Нахожу песни и думаю, елки-палки, ничего себе. А она же песня. Это не просто так детская ля-ля-ля. Это, в принципе... Ну, то есть, если все это сосчитать, там, конечно, набирается... А бывает такое, что написал песню, думаешь, что-то она больно на предыдущую какую-то похожа. Не знаю, банально даже тональность та же, последовательность аккордов примерно. Я думаю, что об этом... Бывает такое? Я думаю, что постоянно бывает это у наших слушателей. У наших слушателей и у критиков, соответственно. Критики все тогда идут. Да. Ну, я понимаю, что у меня, конечно, существует какой-то внутренний... Ну, внутренняя система координат, которая касается и последовательности аккордов, и какой-то мелодики, которая внутри меня живет. А, кстати, некоторые называют это стилем. Совершенно справедливо. А некоторые называют это то, что он исписался уже, смотрел, он опять тоже... Клише, да. Клише, да. Ну, взять того же любимого, горячо любимого, неимоверно любимого, Виктора Цоя. То есть там, в принципе, вот что касается последовательности аккордов и как бы одного посыла и какого-то... Вот именно система координат, это все песни вот там. Все песни, да. Да, в одной точке. У меня сын одну песенку подобрал на пианино, после этого стал играть все остальные, а уже не подбираю. Он просто понял логику. Ну, да. Он понял логику. Совершенно справедливо. Кроме шуток, вот он у меня... Ты же знаешь, что он у меня прется на Цоя. Так у меня тоже, несмотря на то, что 4 года, но... Ну, у меня-то уже вооруженный, вот 11 тоже, он уже вооружен, ходит в школу музыкальную. Круто. Ну, все, приходит, сидит, подбирает, по-моему, кукушку он начал, с кукушки. А потом я прихожу, он ему все подряд лепит. Ему даже просто название говоришь, он поехал. А мы садимся в машину, я говорю, Андрей, что будем слушать? Он, белый снег, серый лед, ну, все, я включаю. Диски, поехали, все. Значит, нужные книги он в детстве читал, вот только что хочется сказать на это. Ну, кстати, предыдущий год ведь был юбилейный, да, в этом плане. Виктору Робертовичу могло бы исполниться 55? В 17-м году, если не ошибаюсь. Мы что-то об этом говорили, но у меня уже вылетело из головы. Питер, наверное, такие цифры забываются. Питер гудел, наверное, просто по этому поводу. Ну, я не отследил этот момент, к сожалению, но, видимо, где-то был. Ну что, давайте еще послушаем. Композицию. Дело-то уже к концу вообще идет. Между прочим, к сожалению. К концу, да. Пять минуты у нас осталось. Давайте послушаем, если успеем еще пообщаемся. Ну, давайте все-таки, раз мы лирическая группа, то... Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не встретить тебя. Осталась минута до нового года, нового дня. Отсчет идет с момента встречи, ведь больше ничего не лечит. Больше ничего не важно для меня. Через минуту ты уйдешь, и в переходах растворишься. По Невскому гуляет дождь, по Невскому гуляет дождь. И все, пока целую. Снишься, снишься, пока целую. Снишься, снишься. От этих правил я полею кругом. Голова, кто так придумал? Все кругом и кругом твоего общения. Я не принят, ты права, но в тысячу раз важней. Мы приняты друг другом. Через минуту ты уйдешь, и в переходах растворишься. По Невскому гуляет дождь, по Невскому гуляет дождь. И все, через минуту ты уйдешь, и в переходах растворишься. По Невскому гуляет дождь, по ветеру рыдает дождь. Я погуляю вместе с ним, пока. Пока целую, снишься, снишься. Пока целую, снишься, снишься. Это был сокращенный вариант песни. А целиком все смогут услышать 9 марта в Гауди. Стоит ради этого, да, прийти, чтобы подслушать песню целиком. Это правда. Да, у Макса Иванова турбонакручивая. Мне больше понравилась самая лиричная группа, лирическая, самая романтическая, красивая звучит. Все-таки вот как-то согласись, да? Ты как хочешь это назвать? Ты как хочешь это назвать? Ну, и вятка родина русской романтики. Это правда. Максим, а как-то обычно бывает, будет какой-то юбилейный концерт с хорошим звуком, со светом, с записью? Ну, по поводу записи надо подумать. Вообще, у нас концерты всегда с хорошим звуком, со светом стараемся. Нет, я имею в виду, чтобы это потом осталось. То есть, какой-то фильм, не знаю, музыкальный. Ну да, я понял. Будет ли это фиксироваться? Будем над этим работать. Конечно, хотелось бы, чтобы это все срослось. Да, будем готовиться. Завтра уже, я так понимаю, отъезд уже в Питер. То есть, не слишком продолжительное пребывание. И вот с какими мыслями, с какими чувствами каждый раз в Киров приезжаете? Да, господи, с самыми... Ну, ностальгии нет такой прям. Есть радость и ощущение того, что я дома, в доме детства, так сказать. А это очень важно. Да, это самое главное, потому что все равно куча добра и беззаботности связана с периодом жизни здесь. Это то, чего очень не хватает сейчас, когда в другой совершенно момент и другие важнейшие вещи в жизни происходят. Поэтому вот этой беззаботности хочется вдохнуть и, так сказать, и накопить. А, Максим, такого ощущения, что вот этого города детства становится все меньше и меньше, не возникает? Он же меняется? Да, все меняется. Конечно, того города вообще уже нет. Потому что действительно время прошло и изменилось многое. Но все главное, что в сердце. Вот в сердце он есть, я приезжаю, у меня все быстренько расставляется, как в кино. То превращается в тот город, который я знаю и люблю. Любимые места? Да. Нет, вот где вот именно у нас в городе любимые места? Ну, это центр. Куда тянет? Душой посмотреть, вдохнуть это все? Ну, на самом деле, сразу же с вокзала выхожу и вдыхаю. Потому что, во-первых, ну, это район, близко от которого мой родительский дом. И это все, в принципе, тоже любимые места, все обхоженные. И там мы как раз к Вадику Макину ходили очень много. Так называемые дурни. Да, дурни. Носелок новый. Ну, ладно. Макин называл дурнями. Вот, так что это тоже уже сразу же любимые места и район. Ну, а потом центр, там, где театр Наспаска, театр юного зрителя, где тоже все детство провел и, можно сказать, родился. Училище, наше Кировское училище искусств, там же художественное рядом. Трифонов монастырь, где я пел в хоре. То есть все это пескобаза и так далее. Спасибо. Завершается у нас, к сожалению, да, истекает время. 9 марта, еще раз напоминаем, мы в Гауди. Торма на круче будет с большим концертом. Благодарим Макса Иванова, лидера группы, творческих успехов. Всего доброго. Будем рады снова видеть при возможности в нашей студии. Видите, слышите. Спасибо большое. Всем крепкого здоровья, счастья и до встречи 9 марта. Спасибо. Николай Игольков, Владимир Сметанин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова